Блеск металла В ювелирную отрасль влияет антиотмывочное законодательство. И в чем секрет успеха золотых дел мастеров? Посмотрите, производство ювелирных изделий за время кризиса упало где-то на 52%. А вот производство ювелирных изделий из серебра за это время упало только на 9%. Это одна из тех промышленностей, которая государством практически не поддерживается. Как только ты говоришь, что ты занимаешься ювелирным бизнесом, все, вопрос все закрывается, никакой поддержки уже не существует. Многие отказываются, вообще даже потенциальные экспортеры, они отказываются от идеи экспорта, когда начинают знакомиться с тем, что они должны сделать для того, чтобы экспортировать эту продукцию. Ювелирные изделия – это все, что содержит драгоценные металлы и камни, и что человек может надеть на себя. То есть часы с бриллиантами ювелиркой считаются, а отдельный бриллиант, купленный, например, с инвестиционными целями, нет. Из 270 миллиардов рублей российского рынка 180 – это золотые украшения. 51 тонна, 27 миллионов штук. Звучит масштабно, но с 2013 года золотой рынок похудел более чем в два раза. Уменьшился средний вес изделия, сократилось количество. У потребителей стало меньше денег, соответственно, потребитель начал формировать несколько иной спрос. Чем меньше используется драгоценный металл, тем дешевле продукция. Второе – преобладает на прилавках на сегодняшний день серебро, а не золото. Третье – массовая замена природных камней на синтетические аналоги, более дешевые камни. Они выглядят точно так же, как природные. Отличить их простой потребитель от природного не может, это дело гемолога. Выглядит продукция достойно, стоит дешевле. Сегодня в отрасли работают около 25 тысяч предприятий, в основном малый и средний бизнес. Непосредственно производством занимаются примерно 4 тысячи компаний, а ювелирной столицей России можно смело считать Кострому. Исторические корабейники, ходившие по Руси, происходили из этих мест, и костромские ремесленники через них взбывали свой товар по всей стране. Сейчас в 300-тысячном областном центре производится около половины всех российских драгоценностей. Аркадий Гутерман начал свое ювелирное дело в 1992 году на базе небольшой мастерской, где в советское время трудилась его жена. Сегодня магазины компании ТАПАС открыты более чем в 30 городах России. На основном производстве занято более 800 человек. Для того, чтобы сохранить маржинальность на падающем рынке, владельцу приходится считать расходы с ювелирной точностью. Мы стараемся произвести столько, сколько продадим. В этом наша стратегия. В эквиваленте выпуска, в эквиваленте продаж цифра одинаковая. Производим то, что продаем, что не надержат на складе, потому что деньги дорогие. Сокращение доходов населения – не единственная проблема ювелиров. С 2003 года при покупке украшений на сумму более 40 тысяч рублей наличными или 100 тысяч по карте, покупатель обязан предъявить удостоверение личности, а продавец – передать эти данные в Росфинмониторинг. Очень многие клиенты сообщать о себе не хотят, например, из-за элементарного опасения утечки данных к преступникам. По оценкам ювелиров, эти нормативы уводят в тень 15-20% рынка, а их эффективность в борьбе с коррупцией не очевидна. Те, кто хочет отмыть деньги, как мы видим по некоторым делам, то у них там по две тысячи часов стоимостью миллионы долларов. Поэтому ничто им не помешало это все иметь. Мне кажется, это чрезмерная норма на сегодняшний день. Прежде чем попасть на прилавок, украшения проходят длинный путь. Ювелирная точность важна с первого этапа. От работы художника-конструктора зависит, как будут подчеркнуты красота камня и изящность металла. Компьютерный чертеж отправляется на печать в 3D-принтер. Далее из воска выращивают модель и собирают вот в такую елочку сразу несколько восковых изделий. Потом елку аккуратно формируют в специальную огнеупорную глину и запекают. Сплав металла выливают в форму, остужают, размачивают, а глину удаляют. И вот уже готова елка из золота. Изделия с нее обкусываются и отправляются на галтовку. Так называется процесс обработки поверхности украшения. В установках с различными наполнителями, песком или даже скорлупой грецкого ореха, убирают шероховатости и добиваются блеска. Вся дальнейшая работа только ручная. Теперь все зависит от мастерства ювелира. Ильгиз Фазулзианов – один из самых известных ювелиров России. Его работы получали первые призы самых престижных выставок. Многие из шедевров были проданы на аукционах «Кристис» и «Бонхамс». Все изделия – исключительно ручная работа. Стоимость этих украшений может достигать шестизначных сумм. Я все-таки к этому бизнесу пришел как художник прежде всего. И для меня всегда было важно именно воплощение своих неких эмоций, своих мыслей, своей философии, своих работах. И когда занимался серийным производством, я понял, это, наверное, не мое. Хотя, наверное, серийным производством можно заработать больше финансов, но это не основная была задача, которую я ставил перед самим собой. Но даже для знаменитого ювелира вывоз собственных работ за границу – весьма непростая задача. Причина – государственное регулирование экспорта драгоценных металлов и камней, заложенное еще в советские времена. Чтобы, например, отсюда даже вывезти какую-то коллекцию, это практически нужно примерно полтора месяца потратить только на оформление всех документов. Но что самое интересное, что эти документы нужны только здесь. Там эти документы никому не нужны. Для чего это делается, я на сегодняшний день не понимаю. Нашим клиентам за рубежом китайцы поставляют продукцию. Ну, средний срок – 30 дней. Мы себе не можем позволить 30-дневный срок, потому что у нас клеймейные 5 дней, госконтроль еще 7-10 дней. Ну и производственный цикл. Писываемся в 40-45 дней. Экспорт ювелирных изделий за границу по сравнению с золотым 2014 годом сократился в 6 раз. 104 миллиона долларов против 785 миллионов. В мировой торговле ювелирными изделиями Россия занимает почетные 0,2%. Маржинальность на внутреннем рынке участники сегодня оценивают примерно в 10%. Для сокращения издержек некоторые предприятия начали переводить производство за границу. Пока это не стало массовым явлением, но тренд есть. Переносит производство и в Китай, и в Таиланд. И сейчас многие думают о переносе производства в Казахстан и Киргизию. Дело в том, что в этих странах создано более благоприятные условия для производства ювелирных изделий, как в части налогообложения, так и в части регулирования деятельности. Ну, то рынок налога в Киргизии суммарно в два раза меньше, чем у нас. А с учетом того, что у нас на сегодняшний день общий рынок, выгоднее производить изделия в Киргизии или в Казахстане и продавать их на территории России. 25-летний руководитель одного из старейших в России ювелирных предприятий Красносельского ювелирпрома настроен более оптимистично. Дело перешло к Артуру Гумерову от отца, который приобрел завод накануне кризиса 98-го года. Тогда времена были еще тяжелее, но люди все равно продолжали покупать украшения. Главное, считает предприниматель, угадать вкус клиента. Мы очень сильно обновляем ассортимент. В месяц мы обновляем порядка 250 новых видов, от 250 до 300 новых видов, то есть где покупатель может найти для себя что-то свое, то есть начиная от серебряных и золотых украшений, заканчивая изделиями с галеранопластикой. Производство Артур знает как свои пять пальцев. Его детство прошло на Красносельском заводе. Закончив финансовый университет, он уже точно знал, как управлять предприятием в кризис и применил эти знания на деле. Во-первых, мы оптимизировали сбытку, то есть мы открыли для себя новые каналы. Во-вторых, мы внедрили очень хорошую систему управления на ассортимент, которая позволяет выявлять излишки и от них избавляться. Российские ювелиры привыкли рассчитывать на себя. Программы господдержки на этот красивый бизнес не распространяются. И пока интуиция позволяет подстраиваться под спрос, отрасль остается на плаву. Главное, ей не мешать. Большинство из наших предложений, оно не требует вообще никаких финансов. Оно основано на том, что нужно не мешать развиваться отрасли, по возможности убрать те припоны, которые на сегодняшний день сложились. И отрасль будет развиваться, даже вот без какой-то там финансовой поддержки, подпитки и так далее. По данным пробирной палаты, в первом квартале 2017 года в России было произведено почти 8 миллионов золотых украшений. Это на 20% больше, чем за такой же период прошлого года. Впервые с 2013 года отрасль показывает рост. Похоже, интерес потребителей начал постепенно возвращаться. А это значит, что российские ювелиры в борьбе за отечественного покупателя выбрали правильный бизнес-вектор.